В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Будущее зависит от всех и каждого. Губернатор Николай Меркушкин встретился с жителями Самарского и Ленинского районов. К холодам готовы. На финишной прямой подготовка к отопительному сезону. Желание жителей – закон. В Самаре продолжается ремонт внутриквартальных дорог. Мост-дублер возле Старого моста по улице Главной может появиться в историческом центре Самары. Планы построить еще один транспортный переход были озвучены на встрече губернатора Николая Меркушкина с жителями Ленинского и Самарского районов. Олег Зверев продолжит. Музей под открытым небом – так горожане и гости Самары называют Ленинские и Самарские районы. Исторический центр сегодня постепенно приводится в порядок. Идет ремонт фасадов и дорог. О перспективах Старого города речь шла на встрече, которая состоялась в здании филармонии. Чтобы реализовать все задуманные проекты, региону необходима поддержка Москвы. А для этого нужно привести как можно больше своих представителей в Государственную Думу на выборах, которые пройдут в сентябре. Нам надо укрепить свои позиции. Укрепить. Стать практически единой командой. И снова встает вопрос. А как нас еще оценят наши политические руководства страны, партии и так далее. Мы стали опорной точкой, опорным регионом в это время. Мы свое плечо подставили стране. Или наша хата с краю. По словам Николая Меркушкина, сегодня тот исторический момент, когда жители страны должны объединиться. В Самарском районе люди готовы проявить сплоченность. Год назад они подтвердили свою позицию, приняв участие в выборах местных органов власти. Как депутат Самарского района, я хочу сказать, что у нас очень интересные жители. Они такие, знаете, как одна большая дружная семья. И во многих дворах они нам сказали завершение встречи. Не переживайте стать на саму. Мы обязательно пойдем вместе, проголосуем. Очень хочется не подвести. Не подвести прежде всего самих себя, чтобы Самара вышла на новый уровень качества жизни. Пожелание об этом высказывали самарцы. Одна из самых масштабных строек исторического центра – Фрунзенский мост. Это будет самая современная транспортная артерия города. По вашей инициативе началось возведение строительства Фрунзенского моста. Хотелось бы услышать сроки окончания сдачи. Ну, если все нормально сложится, мы планируем его в 2018 году ввести. И более того, есть в планах, пока предварительно, нет решений этих, что этот мост старый. Рядом сделать еще такой же мост, только по этому, по старому мосту будет в одном направлении, а по новому – в другое направление. С тем, чтобы и эту часть дополнительно разгрузить. Мост-дублер не просто сможет дополнительно разгрузить центр города, но и станет достойным его украшением. Олег Зверев, Константин Головин. События. Жара еще не отступила, а Самара уже почти готова к отопительному сезону. Сейчас специалисты проверяют котельные, перекладывают теплотрассы, восстанавливают асфальт после ремонта или замены труб. Все работы должны быть завершены до 15 сентября. Сейчас степень готовности источников теплоснабжения – 80%, жилищного фонда – чуть выше. В лидерах Ленинский, Октябрьский и Кировский районы. Городские службы укладываются в график. Оценивая сегодня готовность, я могу с уверенностью сказать, что те задачи, которые определены постановлением главы, они будут выполнены. Я считаю, что мы в этом году более собранно и более целенаправленно работаем по направлению подготовки к зиме. Бетономешалка, погрузчик и трактор временно поселились в Самарском дворе на Волжском проспекте. С самого утра и до позднего вечера здесь кипят ремонтные работы. Меняют бордюрный камень, асфальт и тротуары. Жители с радостью переждают временные неудобства. Зато потом, говорят, будет не двор, а мечта. Как идет ремонт внутриквартального проезда на Волжском проспекте, увидела Марьяна Мирная. Дома 60-х годов постройки. Во дворах с тех самых пор ремонта не было. Со временем асфальт разрушился настолько, что ездить по нему стало опасным. Жители на самом деле страдали и очень здорово страдали на эту тему. Почему? Потому что ямы доходили, наверное, по диаметру до двух метров и глубиной до 15 сантиметров. Машины, как говорится, ездили шепотом. Тихо-тихо. Проехать было практически невозможно, а зимой это еще более проблемно было. Ремонт внутриквартальных проездов в Самаре ведется с учетом пожеланий жителей. Так и здесь подрядчики прислушались к просьбам людей и организовали столь необходимые парковочные площадки. Парковочные места в этом, именно в этом дворе, то есть у нас будет две площадки у нас, соответственно, они будут на 30 автомобилей. Был спил деревьев подготовлены и будет упадка, соответственно, все в сроке. Ремонт внутриквартального проезда идет по графику. Отставаний нет и подрядчики уверяют, что закончат в срок. Гарантию дают пять лет, а также обещают не оставлять после себя разгром. По окончанию благоустройства они также обязаны, подрядчик, вывести весь строительный мусор после себя, произвести обратную отсыпку бортового камня, ну и, соответственно, оставить чистотой порядок после завершения всех работ. К концу октября во дворе домов на Волжском проспекте будет новый бордюрный камень, асфальт и пешеходные тропинки. После чего начнется благоустройство прилегающей территории. Мариана Мирная, Василий Кладашов, События. Забота, традиции и технологии – три главные составляющие правильного продукта. Жигулевский пивоваренный завод отмечает юбилей 135 лет со дня основания. Поздравить работников предприятия на торжественный концерт прибыли губернатор Николай Меркушкин и глава Самары Олег Фурсов. За сохранение и развитие традиций, в том числе и в годы войны, предприятие наградили памятным знаком Куйбышев «Запасная столица». Лучшие работники получили грамоты и подарки. Губернатор Николай Меркушкин отметил, что завод за счет акцизов ежегодно пополняет областной бюджет на полтора миллиарда рублей. Глава города Олег Фурсов подчеркнул, главное, что завод не просто производит пенные и газированные напитки для Самары и всей страны, но и оказывает благотворительную помощь, способствует развитию культуры и спорта в регионе. В этом году на эти цели было потрачено 200 миллионов рублей. Все как и 100 с лишним лет назад, когда стараниями Альфреда фон Вакана, основателя завода, в Самаре появились набережные, яхт-клуб и электростанция. «То, что было заложено 135 лет назад, это ново и сегодня дает отдачу. Конечно, каждое поколение свою планку, свою высоту брало, и сегодняшнее поколение людей, которые работают, они достойны того, что сделано было 135 лет назад». «Завод не останавливается только на производственной программе, он понимает, что нужно участвовать в жизни города, помогать детским организациям, ветеранским, работать в сфере социальной защиты, помогать спортивным объединениям, и плоды вот этой помощи, они заметны и очень высоко ценятся горожанами, властями, и, конечно, приветствуем такие парковки». Далее коротко о других темах дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При ремонте теплотрассы на Зубчининовском шоссе была обнаружена граната. Ремонтные работы были экстренно приостановлены. Саперы подтвердили, что данная находка является боевой или учебной гранатой типа F1. Визуально граната выглядит старой. Вероятно, что она находилась в земле долгое время. В Самаре две девочки выпали из окон. Первый несчастный случай произошел в среду около 19.00. Из квартиры пятого этажа по улице Старозагора 285 выпала девочка, предположительно, 12 лет. На станции скорой помощи пояснили, что она была госпитализирована в одну из городских больниц. В тот же день, в 21.30, с 16-го этажа дома по улице Юбилейной 55 выпрыгнула 15-летняя девочка. Она скончалась до прибытия врачей. Следователи отрабатывают версию самоубийства. Прокуратура нашла сайты с информацией о продаже дипломов. С помощью этих ресурсов пользователи могли купить документ любого учебного заведения страны на бланках госзнак любого года выпуска. Также посетители ресурсов могли приобрести документы о повышении квалификации, водительские права, академические и другие виды справок. Прокурор Самарского района направил 10 исковых заявлений о признании данной информации, запрещенной к распространению. В Самаре вскоре может появиться памятник государственному и общественному деятелю, действительному статскому советнику, почетному гражданину городов Вятска, Самара и София Петру Алабину. Часть денег на сооружение скульптуры уже нашлись. 300 тысяч рублей поступили в бюджет города от благотворительных организаций. Эти средства пойдут на организацию конкурса на разработку и изваяние знаменитого городского главы Самары. У часовни святителя Алексия финишировал автопробег «Открытие земли Самарской XXI век». На торжественном закрытии участникам автопробега вручили знаки ГТО и дипломы от Самарской городской думы. Экспедиция длилась пять дней, маршрут проходил по 18 муниципальным образованиям региона. Путешественники посетили святые места Самарской области. Машбросок был приурочен к 165-летию губернии. Участники автопробега сплотились и стали самой настоящей семьей. Они вместе преодолевали аномальную жару, брод, поваленные деревья и прочие неприятности бездорожья. И спустя 2000 километров команда вернулась домой. Когда проходили по Самарской луке, там места такие непролазные. Вот там на самом деле пришлось, как говорится, друг за другом потихонечку пробираться. Машина у нас одна сломалась. Вот пока там с ней немножко повозились. Ну, с Божьей помощью добрались. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Небо наше. Разработками самарских ученых заинтересовались Министерство обороны России. Чтобы учеба была в радость, в Самаре прошла акция «Внимание, первоклассник». Захотел откупиться, получишь штраф. В Самаре задержан автолюбитель «Взяточник». На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин